Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Кокотя Лайф. Меня зовут Екатерина, мне 45 лет и на своем канале я рассказываю о процедуре ЭКО, о том, что с ней связано, делюсь с вами своей историей, показываю свою жизнь и рассказываю о своей наступившей ЭКО беременности после 10 попытки переноса. У меня сейчас идет 13 неделя, сегодня 12 недель и 3 дня, и как бы вроде я считала, что это уже второй триместр, но мое приложение Беременность Плюс показывает, что у меня еще первый триместр. Видимо, второй триместр все-таки начинается с даты, которая будет обозначена как 13 недель. То есть как 13 недель наступит, пойдет 14 неделя, это будет уже считаться вторым триместром. Поэтому вот таким образом я сказала, что у меня уже закончился первый, а на самом деле еще идет первый и не наступил второй. Вы, наверное, видите, что я как-то полусижу, полу лежу, у меня случилась неприятность по здоровью, у меня вообще больной позвоночник, в принципе, у меня искривление очень сильное второй степени, сколиоз. И вот прям с молодости, с молодости, там обнаружили это в 24 года, дало знать как бы в первую беременность, после беременности, 24-25. У меня две грыжи шморля в пояснично-крестцовом отделе, то есть нижно-поясничном. И как бы периодически они меня беспокоят, то есть у меня бывают боли в пояснице, да, и раз там в год, в полтора, может быть, в два, как повезет, как не повезет, вернее, у меня вот прихватывает меня родикулит или, как в народе говорят, прострел. Ну, то есть вот, на самом деле это просто как бы, если по-научному, по-моему, это называется люмбага, когда ты там, допустим, сидишь или лежишь, или идешь, и резко тебе как бы, ну, там, как бы прострел получается, да, ну, как бы, как будто тебе резко колят, я не знаю, там, ножом в позвоночник, да, и ты уже не можешь потом там разогнуться, либо выгнуться. Вот, и вот это удовольствие продолжается несколько дней, бывает, что и неделю, пока это все защемление не уйдет, то есть защемляется, видимо, там выскакивает диск, и защемляются нервные корешки. Вот вчера таким образом у меня с утра я сидела, кушала, потом, нет, вернее, я померила сахар натощак, потом я позавтракала, и вот сидела что-то там тоже в телефоне копалось, либо отвечала на комментарии, и, значит, я как-то резко встала, и все, короче говоря. И до кровати я пошла уже в таком полусогнутом состоянии, поэтому вот такая неприятность. Конечно, если бы я была не в положении, я бы активно делала растяжки, в принципе, я сейчас тоже пытаюсь делать там скрутки своего рода, да, когда, ну, вот кто как бы сталкивался с больным позвоночником, наверное, знают, да, что основное это, когда защемляет, когда у тебя проблемы, это растягивать. То есть есть комплекс упражнений, когда ты скручиваешься, руки в одну сторону, согнутая нога как бы идет на другую сторону, пытается как бы лечь на плоскость, да, потом подтягиваешь ноги по очереди, колени к подбородку, одно и второе как бы по очереди ноги, потом две, ну, и еще много-много упражнений, но вот в основном это вот скрутки, да, когда надо вытянуть, когда надо, чтобы нерв очемило, так скажем, диск встал на место. Ну, вот как бы я немножко так делаю, да, вот прям в полную силу боюсь, потому что, в принципе, ну, я не знаю, как это отразится, да, чтобы не вызвать никаких там проблем, да, с маткой, чтобы она там, ну, не была в шоке, да, от таких как бы, не делала, не делала и резко тут вот такие как бы упражнения. Вот, так что, так сказать, вчера еле ползала, каждый шаг движения, ну, причиняет боль, особенно как-то к вечеру мне было совсем, ну, и с утра тоже, кто знает, как бы, с утра все это, как бы, обостряется тоже, с утра очень сложно. Вот, также я мажу, вот, я не знаю, вот такой мазей у нас, очень много мазей, потому что мужа тоже очень больной позвоночник, у него был перелом серьезный позвоночника, когда он год не ходил, молодости занимался, юности, хоккей профессионально, и как бы его стукнули абортик, и он на год оказался лежачим, и потом у него тоже образовались грыжи, как бы, боль каждый день, но вот он, как бы, не хочет делать операцию, у меня, конечно, не каждый день, вот, у меня, вот, временами, да, так скажем, даже несмотря на мою тяжелую физическую работу, бывает такое, что, там, год-полтора мне вообще ничего, да, то есть я таскаю тяжести, а тут самое интересное, что я ничего не таскаю, но спина, кстати, поднывала последнюю неделю, прям хорошо поднывала поясница, видимо, там что-то смещается, и вот, видимо, как бы, вот, где тонко, так, там и рвется, скажем, вот, дорогие друзья, в общем, разваливаюсь, только нормализовала сахар, да, поняла, там, с этими продуктами, что мне можно, что нельзя, пришла, как бы, другая неприятность, вот, вот, такие у нас мази разные, там, тайские, разогревающие, ну, это типа звезды, вот, это простая типа звездочки, тут эфирные масла, называется бальзам желтой травяной, также есть бальзам там с ядом черной кубры, но я, как бы, его, боюсь использовать, вот, я мажу, как бы, два раза в день, она разогревает, но, сами понимаете, это чисто механически, должно, как сказать, встать на место, чтобы нерв отщемило, то есть эти разогревания, конечно, они чуть-чуть облегчают состояние, но тут чисто механически, все должно, как бы, отщемиться, выпрямиться, и корешки освободиться, вот, поэтому, вот, такие у меня мучения, не знаю, как вообще в больницу я пойду, с такой болью, естественно, там, какие гимнастики я буду делать, неизвестно, какая кровать, тут у меня хотя бы ровные кровати, в общем, вот такая неприятность, кстати, 12-го меня закрывают больничный, я хочу 13-го пойти открыть больничный именно терапевта, к неврологу я навряд ли попаду, к неврологу запись за 2-3 недели, я терапевту поликлиники, именно, ну, тот терапевт, который не по ковиду, не по РЗ, а вот объясню ситуацию, и я не знаю, даже, можно как-то отложить эту больницу, нельзя, может быть, съезжу, как раз мне анализы получать, додимер придет, к его голограмма развернутая, может быть, как-то, не знаю, договорюсь, чтобы попозже лечь, либо, я не знаю, может, к 16-му числу это все, как бы, сойдет на нет, уже будет такое остаточное, но, в общем, буду думать, смотреть, вот, сейчас я немножко такая опухшая, потому что снимаю очень-очень рано, кстати говоря, из положительного у меня ушла такая сомливость, ушла, уходит вот такое, как бы, как сказать, бессилие, что ли, ну, на что я жаловалась, да, что сил вообще нет, все время хочется лечь, кого-то в огонь разгружала, вот это состояние уходит, и это не может не радовать, токсикоз, конечно, еще есть, вот сейчас, например, с утра вообще нет, а вот как-то к вечеру больше, вот вчера вечером, ну, мутит еще, мутит, вот, но, надеюсь, тоже, как бы, может, к 14-й неделе это все сойдет на нет, потому что, в принципе, второй триместр, как пишут, это самое хорошее время, когда вот эти все неприятности уходят, не такой еще огромный живот, да, нет уже там каких-то осложнений, которые бывают в третьем триместре, да, там, с почками, тоже там со спиной, ну, вот со всеми, да, когда уже нагрузка на организм, она большая очень, давление и так далее, ну, там много, может быть, всяких вещей, да, то есть, как бы, вот, поэтому, конечно, очень ждала второй триместр, и очень-очень жду скрининга первого, который у меня будет завтра. Кстати, мне спрашивали насчет приложения еще раз, вот, подписчицы, которые в положении находятся, каким я пользуюсь, я ссылочку в описании оставлю, это не реклама, это первое приложение, которое мне просто попалось, я просто набрала приложение для беременных, оно попалось, я его скачала, и, как бы, я им очень довольна, это беременность плюс, там я смотрю, как развивается мой ребенок, там пишут, сколько дней осталось до родов, там я отмечаю свои запланированные визиты к врачам, анализы и так далее, да, и также там много интересных статей, где можно почитать про беременность, всякие нюансы психологические, в общем, ну, достаточно интересно, также можете в 3D посмотреть ребеночка, да, в реальном размере там можно нажать, можно почитать, какие у него органы развиваются на данный период, что он там, какие он движения делает, ну, в общем, ну, достаточно интересно, когда я ходила, конечно, с первой беременностью, не было, и, ну, интернет, наверное, и был, но не у меня, не было таких мобильных телефонов, естественно, и не было таких приложений, и, в общем, это, как бы, ну, для меня в новинку, и тоже, как бы, я от этого радуюсь, и, как бы, как ребенок, так скажем, ну, как, как игра какая-то, да, ну, то есть, интересно, вот, что-то новенькое, и, конечно, вот, напоминает, он, если у вас визит, допустим, он вам, вы уже никак не забудете, он вам будет напоминать, что вам сегодня, вот, с утра прямо он напишет вам сегодня к врачу, восток это, восток это, к такому-то, поэтому то, что вы забудете, это исключено, главное, вовремя отмечать визиты. Так, что хотела сказать еще насчет первого скрининга, девчонки, кто уже проходил это, у меня тоже первое беременность, кстати, у меня было УЗИ, по-моему, на 12-й неделе, но я не считала, что это скрининг, я пошла сама в платный центр на Тобольской генетический, сделала кровь, по-моему, если я не ошибаюсь, вот, на синдром Дауна, на все вот это, проверяли раньше на 19-й неделе, 19-е, 20-е или что-то в этом роде, ну, короче говоря, вот, на сроке 12-13 недель, у меня был такой эксперт на УЗИ, вот, а кровь, как бы, проверяли намного позже, вот, и УЗИ у меня было, ну, внешне, внешне, не внутривагинальное, и я хотела вас спросить, кто вот недавно это все проходил, кто помнит, вот, какое там будет УЗИ, потому что на ранних сроках, естественно, делают внутривагинальное, когда смотрят сердцебиение, смотрят плодное яйцо, и в 9 недель я ходила была внутривагинальное, вот, ну, к чему готовиться, то есть надо ли, вот, вопрос-то со мной, надо ли наполнять мочевой пузырь, это будет внешнее или внутреннее воздействие, потому что я совершенно не спросила у врача об этом, до меня дошло это только дома, то есть как бы, вот, соответственно, если это внешнее, надо пить воду заранее, вот, а сейчас это, конечно, проблема пить, потому что там все у меня, ну, как у всех беременных, там сдавлено получается, мочевой пузырь, видимо, меньше, и, в общем, я постоянно тоже, постоянно у меня мысли о туалете, да, особенно если я куда-то пошла-вышла, то есть я уже планирую там, где-где-где-где можно сходить в туалет, так скажем, вот, поэтому напишите, пожалуйста, жду ваши ответы, также я не знаю, там, повезет нам завтра, не повезет, значит, скрининг у нас 16.20, и когда я спросила, пускают ли мужей, мне врач сказала, моя врач, значит, участковая, сказала, что как вам повезет, то есть какие-то врачи пускают, а какие-то нет, вот, вот, и, говорит, вообще наши с консультацией они пускают, а вот, которые с роддом, они, говорит, я не могу сказать, я иду именно к врачу, которая пришла из роддома, роддом, соответственно, рядом находится, у нас консультация совместно с роддомом, вообще, я не знаю, большая вероятность, что не пустят, тоже вот напишите, пускали ли ваших мужей, может, как-то, не знаю, какие слова надо сказать, что вы пустили, и наверняка, я думаю, что, конечно, нельзя там снимать, потому что это все бесплатно, и как бы вот это вот, как сказать, за ваши, если плачешь за ваши деньги и любая прихоть, да, а тут, конечно, все, я думаю, что будет серьезно, тоже вопрос с полом скажут, не скажут, вот, можно ли попросить написать на бумажке и не показывайте, чтобы я там брала в конвертик и сделала потом гендер-патей, не знаю, как вообще, или матерят вообще за это, или вообще не скажут и скажут рано, в общем, куча-куча вопросов, я говорю, что, когда идешь платно, то уже как бы за деньги ты все спрашиваешь, да, там, вот, и, в принципе, знаю, что тебя там не нахамят, и, ну, могут, конечно, резко ответить, но не настолько, да, а тут можно ждать что угодно, вот, как уже повезет, на какого человека нарвешься, вот, так что мы готовы к любому сходу, конечно, главное, чтобы ребенок был здоров, просто это, вот это пустят, не пустят, пол там, это все ерунда, мне написала подписчица одна, вот, я тоже вот сижу, прям думаю, что собираетесь ли вы делать НИПТ, у меня были такие мысли, что я, значит, делаю сейчас скрининг УЗИ, после этого, значит, мне назначают кровь, завтра скажут, когда, то есть 13-го числа, завтра скажут, дадут талончик. Значит, ты уже по, вот, результатам вот этих двух обследований, как мне сказала участковый врач, если будут какие-то проблемы, мне дадут направление на НИПТ, дело в том, что вот в Москве сейчас бесплатный НИПТ, и в Петербурге тоже запущен пилотный проект по бесплатному НИПТу, и я спросила врача, она говорит, если будут показания, то мы вас направим, а если не будут, конечно, они на такой дорогой анализ, без показаний направлять не будут бесплатно, вот, и вот подписчица мне написала, что она не делала НИПТ, но сейчас очень жалеет, у нее скрининги показали, что все в порядке, все скрининги, вообще ни одного вопроса не было, в итоге родился малыш с синдромом Дауна, и пишет, что это очень-очень сильно распространено, и вообще синдром Дауна очень сильно распространен при ЭКО, причем подписчице мало ли это, она молодая очень, вот, и я, конечно, подзадумалась, призадумалась, хотела тоже у вас совет спросить, конечно, лишних денег вот это все делать нет, вот, ну и, конечно, то, что, как бы, скрининг так настолько ошибается, и вот, ну, все, как бы, и УЗИ, и скрининги, там же идет их три, да, три-четыре идет, и вот, как-то, как вот, такое возможно, что ничего вот, ну, нас... Так, у меня отрубилась запись, потому что у меня кончилась память, вот, насчет чего я говорила, насчет НИПТа, насчет скрининга, в общем, жду ваших советы, меня это, конечно, сильно взволновало, просто тогда смысл вот этих скринингов, если они настолько неточные, просто всем, ну, рекомендовать делать НИПТ со стороны врачей, наверное, было бы правильно, либо это просто, как бы, вот, единичные случаи и случайность, да, что в основном все-таки скрининги они показывают, в общем, девчонки, жду вашей обратной связи. Очень надеюсь, что у меня состояние скоро улучшится, что поясница начнет отпускать, потому что вот боль, она и сидя, и лежа, и когда я иду, и не могу выпрямиться, и не могу нагнуться, я нагибаюсь, как бы, делаю выпады такие, знаете, как когда с гантелями делаешь выпады, то есть ты не можешь согнуть поясницу, ты так сгибаешь колени, делаешь выпад, чтобы что-то поднять, так скажем. Это, конечно, доставляет массу-массу неприятностей, плюс все время боль, и вот, знаете, мысли только уже, вот честно говорю, что не о беременности, а просто поясница, она вот, так сказать, все мысли о том, что как бы, как сделать, чтобы сделать движение, чтобы не было больно, и когда вот это вообще пройдет состояние, поэтому тоже жду ваших советов. Насчет поясницы у меня были мысли, а, кстати говоря, еще заматывалась поясом, да, у мужа верблюжий этот пояс из верблюжьей шерсти, который он, ну, часто достаточно носит у него, ну, как бы, более интенсивный постоянно, чем у меня, вот, но тоже мне это не помогло, тут скорее, наверное, может, более важен будет корсет, но корсет тоже как, на поясницу, то есть я же буду сдавливать живот, но, в общем, короче говоря, очень надеюсь, что, как бы, это у меня было первый и последний раз за беременность как-то, ну, было настолько неожиданно, не то, что я там, я говорю, что-то подняла или что-то вот тягала, наоборот, я сейчас, как бы, на работу не хожу, тяжести не тягаю, там, в полунагибку стою редко, там, ну, максимум, я там магазин или что-то там пол протру или что-то такое, вот, сейчас стараюсь даже, там, по второй работе мне, как бы, поднимать муж, вот, и вот тут такая неприятность, так что вот так, дорогие друзья, всех было рада видеть, слышать, хочу тоже сказать слова поддержки Рити с канала Эко Израиле с Ритой Магаль, она сейчас находится, кто ее смотрит, кто не смотрит, обязательно подписывайтесь на Риту, она пишет комментарии под каждым моим видео, и Риточка сейчас находится в состоянии после переноса, после переноса пятидневок, и она как раз, у нее там идет, если я не ошибаюсь, пятый день сегодня, она вот, как раз, представляете, в таком волнительном состоянии, в ожидании Хигачи, и я очень-очень сильно за нее переживаю, прямо мы всей семьей переживаем, и хотим, чтобы именно в этот раз, у Риты уже было очень много попыток, именно в этот раз все получилось, поэтому, пожалуйста, кто еще Риту не смотрит, можете подписаться, посмотреть ее видео, поддержать ее теплыми словами, вот, она очень-очень много всего прошла, у нее, как бы, такой железный характер, железная воля, и она никогда не сдается, она не падает духом, и вот я тоже считаю, что, как бы, многие пишут, что я там пример, ну, а у Риты еще более, как бы, долгий путь в плане того, что очень-очень много попыток, и вот она, она вот идет к своей цели, я хочу, чтобы мы все вместе ее поддержали, и будем вместе ждать, конечно, Ритиного Хигачи, вот, на тест это я, я ей говорю, чтобы тесты она не делала, потому что с тестами одно расстройство, они бывают и ложноположительные, и ложноположительные, и ложноположительные, лучше уж пойти сдать там на 6-7 день, если так уж не терпится Хигачи уже посмотреть, но лучше на 8-9, это будет более показательно, так скажем, потому что у меня была такая история в первый протокол, я тоже не выдержала, побежала на 5-й день сдавать, у меня там была цифра 5 или там 5 с половиной, естественно, я вот, ну, не знала такая пограничная цифра, радоваться или что, и я вроде как надеялась, и потом я уже пересдала там на какой-то там 8-й что ли, день или 9-й, хотя врач сказал там на 13-й сдавать, как обычно, и там уже была цифра 1 и 2, вот, то есть вот слишком рано тоже не есть хорошо сдавать, потому что цифры могут быть маленькие, вы можете как бы, ну, неправильно их интерпретировать или что-то, вот 8-й, 9-й самый показательный уже, то есть если что-то там есть, то оно будет. Дорогие друзья, ну, на этом я хочу закончить свое видео, со скрининга выпущу видео завтра ближе к ночи, либо уже послезавтра, потому что у нас поздно, и также выпущу ближайшее время, может быть, завтра с утра, видео конкретно про ощущения на определенных неделях беременности. Все, пока-пока, дорогие друзья, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok